Друзья, всем привет! Привет! Я нахожусь в поселке Футог и хочу начать свое путешествие для вас отсюда. Так как маршрут от Новесада до Футога, а дальше до монастыря Биачин, я уже снимал. Видео есть на канале. В общем, я еду к дворцу семьи Дунжерский. У меня сегодня путешествие выходного дня. Первое поселение у меня на маршруте это будет поселок Бегеч. А вообще это велосипедный маршрут трассы Евровело-6. Называется он Атлантика-Черное море и идет от Франции до Болгарии. А из Новесада по этой велотрассе можно добраться до Будапешта. Ну, соответственно, дальше до Франции. Эта великолепная церковь называется Сердце Иисуса. Кстати, кто не смотрел это видео, оно называется Уникальные места Сербии. Выходило две части. Оставлю ссылки в описании к ролику и подсказки. Посмотрите. Ну, а это, получается, у меня будет третье путешествие по уникальным местам Сербии. Да, я, наверное, даже их объединю. И это будет третья часть цикла роликов Уникальные места Сербии на велосипеде. Алло. О, мужичок там рукой машет. Довольный. Я прям еду, наслаждаюсь. Ветерок такой теплый. Сегодня градусов 20. Ну, время еще, правда, сколько? Полдесятого утра. Пейзажи пока однообразные. Справа поля. Кукуруза, капуста. Ну, а слева, не знаю, что тут такое вроде болота. А за ним Дунай. Пишут на Луна и сталь. Камер, наверное, их не возьмет, а они прям в кустах им сидят. Погода шикарная. Как говорится, лето не резиновое. Надо пользоваться. Каждый день использовать. Бегеч – это пригород Новисада. В его окрестностях в 1967 по 1975 проводились археологические раскопки. И были обнаружены остатки пирсового замка Анагрину, датируемой концом 3 века. Это укрепление было одним из немногих римских военных лагерей, построенных на территории Бачки. И вот его остатки, этого пирсового замка, как раз находятся напротив бывшей Банонии. А сегодня это Баноштор. Баноштор, наверное, правильно называется. Это поселение находится как раз на противоположной стороне Дуная. Сейчас я к нему подъеду, к Дуной и покажу. Также на территории этого пирсового замка находили римские монеты и керамику. Но насколько я знаю, что сейчас, в данный момент, исследования, ну и раскопки не проводятся. Моя трасса Вело Евро-6 превратилась в дорогу. Когда машины обгоняют, приходится сворачивать вот на эту дорожку, выделенную, так сказать. Но по ней особо задолго не поедешь. Она уж очень больно массирует пятую точку. Поэтому, когда машин нет, выхожу опять на дорогу. Так, вот какой-то указатель. Наверное, мне надо свернуть налево. Вот она, видите, трасса Евро-6. Баноштор, 4 месяца, 400 метров. Вот, мне надо свернуть сейчас налево. Все. Я сворачиваю сюда. Ох, сейчас ветерком спущусь. Куда-то меня в кусты. Одной рукой управлять не очень-то. Смотрите, как деревья повалило. Это вот все последствия урагана, который был. Кто посильнее, видите, просто согнуло их. Но в основном все поломало. Справа все сломано, а слева все целое, ровненько. Ну, хотя не все вот тоже сломано есть. А вообще, вот это справа, это получается природный парк. Бегечка-яма называется. Это место известно своими местами для рыбалки. Здесь есть пляж. Такой курорт выходного дня. Здесь же есть ресторан. Я велосипед поставил и пошел. Смотрю, здесь машины что-то паркуются. О, здесь тоже паром. Не знал. Но он такой небольшой. Вот велотуристы тоже. Так что, ребят, кто будет здесь, недалеко от Бегеч. Получается, есть паром. На ту сторону. Вон какой-то монастырь. Это и есть на той стороне Бануштар. Получается, что вот, может быть, даже вот здесь раньше, когда-то и стояла римский, римский замок стоял. И их пристань. Возможно, я даже гуляю по нему. А вот прям стоит передо мной тоже какая-то разрушка. Не знаю, на что. На церковь вроде не похоже. Хотя, может быть, и церковь. Но там вдалеке это точно какой-то монастырь. Ладно, мне надо подняться назад, вверх. И еду дальше. Куда я еду, в дворец, там останавливались короли и президенты. Пока всех секретов не буду раскрывать. На месте уже все увидим. Путешествия по Сербии я столкнулся с такой проблемой. Отсутствие чая. Но ребята из чайной среды помогли мне ее решить. У них большой выбор настоящего китайского чая и посуды. Ссылку на их телеграм-канал, а также подробности оставлю в описании к видео. Переходите. Это вот территория все еще парка Бегенщика, яма. Тут, видите, стоят палатки, домики на колесах. Запах тут, конечно, стоит вообще. Воздух свежий. Прям зеленью пахнет. Еще мужик вон траву косят. Так вообще. Ну и некоторые места проезжаешь. Пахнет прям фруктами. Знаете, инжирными, наверное, вот деревьев. Много здесь и инжиром пахнет. Так, вот еще один очередной указатель. А там все поля. Хотя нет, похоже на камыши. Овцы пасутся. Сейчас я паром снимал. Очень много иностранцев. И именно немцев. Такие все пожилого возраста. Пенсионеры, наверное, отдыхают, ездят, путешествуют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давайте, чтобы вас не пугать. Потому что-то женщина делает. Добрый день. Добрый день. А что вы делаете? Ногти. А, ногти стрижете. Да-да-да. Понятно. Можно, да, снять? Можно. Это ваши овцы, да? Да-да. Ого. А вы где-то здесь живете, да, рядом? Да, открывай хучу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сама, сама. Напугал? А. Добрый. Я напугал, да? Давай-ка. Собака, смотрите, побежала. Она прям вообще натасканная, видите? Сейчас она их сюда притащит. Сейчас пригонят их. А ты что не работаешь? Давай беги тоже. Помогай, товарищу. Собаки, это, помогают вам, да? Да, некогда. А, вы уже все, или я вам помешал, да? Ладно, поеду. Хвала, до видения. До видения. Собаки обучены, все, она их там в угол зажала. И караулит, чтобы дальше не бежали. А это стадо потерял. Все, увидел, увидел. Смотрите, как скачет. Смешные такие. Все, все, довольная, побежала. Ладно, ребят, я буду останавливаться и что-то интересное увижу. Будем общаться с местными жителями, да и со всеми, кого встретим на пути. Смотрите, ребят, заяц. Вот он же бежит. Скачет. Ага, присел. Давай, скачи, а то тебя не видно. О! Побежал по делам своим. Деревья, смотрите, как погнуло. А вот здесь вначале все поломано. Я вот доехал до пляжа Челарева. Он называется так, как деревня Челарева. Здесь пляж и ресторан. Ну, а мне надо уйти сейчас направо в деревню. Ребят, заехал я все-таки на пляж. Решил посидеть, чуть-чуть отдохнуть, а то еду-еду. Берег такой травянистый. Ну, там песок. Воду, сами видите, такая темная. Ну, в Дунае всегда такая вода. Я вот здесь на лавочке сижу. Прямо на солнышке. Позагораю чуть-чуть. В деревне Челарева проживает около 5000 жителей. Ох, скорость какая у меня. С ветерком прям. Вот такая дорога ведет в деревню Челарева. Справа от меня там кукурузные поля. Скамеечка стоит. Ребят, я заехал уже в деревню Челарева. Как я сказал, в ней проживают около 5000 жителей. До 1946 года деревня называлась Чиб. И была переименована в честь командира, партизан и национального героя Югославии. Здрав Качелара. Кстати, в деревне находится пивоварня Лав. Это сербское пиво. Бренд сербский. Вот так выглядят сербские деревни. Чистенько. Зелено. Даже вот такие двухэтажные есть дома. Наверное, на двух хозяев. А вот я дом проезжаю. Наверное, тоже какой-то прям старый. Сейчас остановлюсь. Припаркую огненного коня своего. Вон, смотрите, какой. А вот там, кстати, на фасаде 1900... То ли 23-й, то ли 25-й. Прикольно. Вот старое здание. А, вон. Там осталась табличка. 1925 год. Интересно, что есть внутри. Кафешка, наверное. Блин, хочу зайти. Добрда. Хочу посмотреть, что это такое. Не знаю. Никого нет. Может, это дом. Чей-то я ворвался так. Беспардонно. Мне кажется, это на кафе похуже больше. Прикольно. Так, ладно, я еду дальше. Короче, ехал по дороге к дворцу и увидел кафешку. Решил остановиться. Сейчас поем. Заказал себе плескавицу. Специал. Это вот это. 351. Сейчас посмотрим. Попробуем ее на вкус. Там работа кипит. Смотрите, дыль такой стоит. Котлеты жарят. Сейчас покажу вам. О, там видите. Жарят уже. Ох, запах стоит. Не смотрим. У меня аж слюни текут. Мне осталось совсем чуть-чуть, на самом деле. Поехать до этой дороги. По-моему, два перекрестка. И там меня уже ждет дворец. Смотрите, там все. Скворчит. И жарится. Кстати, ребят, я уже делал видео. Я тоже готовил. Для себя хуравмилы. Делали сервское национальное блюдо. Кто еще не смотрел, переходите по ссылочке. Все помало. Мало-мало. Все помало. Возьму всего по чуть-чуть. Показывайте вас на ютубе. Забрал, ребят, я свою блескавицу. Вот так она выглядит изнутри. Сейчас буду пробовать. У меня уже будет прям слюнечек вот от этого запаха. И буду делиться с вами впечатлениями. Довольно так вкусно. Остренько я взял по чуть-чуть всего. И немного спайса, так сказать, острого. Прям еще в меру. Копитка. Хорошо прожарена. Не сухая. Булочка вот такая слегка обжаренная. Прям хрустит. Не спросил, что за мясо. Но вкусно. Кто ест, приятного аппетита. И тут, кстати, котлета потоньше. Вот когда я был в Рубинке, там котлета была толще. И, соответственно, она была еще сочнее. Не скажу, что это сухая. Но вот так. Я уже почти доел. Очень сытная, большая. Но я справлюсь, думаю. Рыжий конь мой. Или красный отдыхает. Погода шикарная. Солнышко. Небо голубое. Что еще нужно? Красота. Все, я поел. Сказать, что я объелся, это значит ничего не сказать. Я просто сыт, по-моему, до вечера. Смотрите, здесь Лавден. Раз, сколько? Раз, два, три, четыре. Четырехэтажный дом. Не ожидал я в деревне увидеть. Четырехэтажный дом. Тоже кафешечка. Вот такая деревушка. Так, наверное, мне надо выходить на дорогу. Смотрю. Грузят что-то. Ох ты, блин. Чувак, ты меня задаешь, что ли? Скорее всего, это и есть центр города. Ого, города, города, деревня. Миссара, аптека. Кафешки, магазинчики. И впереди уже парк. Придворцовая территория. Очень немного здесь, возле парка, прокатиться. Смотрите, там какой-то памятник кому-то. Сейчас подъеду к нему. Здрав Качелла. А, вот этот Здрав Качеллор, это как раз герой, в честь которого и названо деревья. Слева от меня там школа. Справа где-то должна быть церковь. Вот, может, вот это она и есть. Должна быть Рима, католическая церковь. Да, она и есть. Вот так она выглядит. Хочу ближе подъехать. Сейчас подъеду. И потом уже к дворцу поедем. Ощущение, что она не работает. Довольно-таки старая. Судя по всему, она не ремонтируется. Давно не ремонтировалась. Двери там вообще, смотрите, какие старые. Наверное, еще оригинальные. Надо идти подальше. Там ангелы изображены посередине. Иисус и... А, это не ангелы. Там он изображен Иисус. Там Иисус. И там тоже Иисус. И каждая, так сказать, картина что-то означает. Там он... Там похоже на какое-то море, что ли. Так, не вижу года ее. Там какая-то надпись. Найду потом. в Википедии. И прочитаю. Прикреплю ссылочку. Или описание. Напишу, что она означает. Ладно. Мне надо ехать вот туда. До дворца осталось уже совсем чуть-чуть. Кстати, ребята, вон и завод лав пивной, про который я рассказывал. Ребята, вот я и доехал до дворца Дуньджерский. Смотрите, какой лев тут шикарный. Тут два льва. Один здесь стоит. И один чуть подальше. Сейчас доведу, покажу вам тоже его. Вот он спрятался за деревьями. Да, он, конечно же, заброшен. Здесь тоже деревья все повалены. Часть из них. Но никто их не убирает. Ладно, не будем о плохом. Лазарь Дуньджерский купил этот дворец у семьи Безереди в 1882 году. Построен он в стиле классицизма. Дверь, мне кажется, оригинальная. Смотрите, здесь петли и тут тот цветочек. Шикарное здание. Жалко, конечно, что в таком состоянии. Четыре больших колонны. Выходишь, а здесь у тебя сад. И, кстати, здесь возле скамеек слева и справа фонари когда-то были. Видите, вот они металлические. Ну, соответственно, плафоны уже кто-то приватизировал. И вот там второй фонарь. Скорее всего, там были какие-то хозпостройки. Вот такой шикарный дом. Реально дворец. А вот сам парк вокруг дворца ценен своей редкой растительностью и экзотикой. Здесь деревья с Ближнего Востока, Африки, Индии. Он сохранил этот парк. Особенности времен семьи Безереди. Это первые владельцы. Впоследствии он был как, ну, усовершенствован. Посажены новые деревья во времена Лазаря Дунжерского. Смотрите, какое дерево. Вот я в деревьях ничего не понимаю. Но оно очень красивое. Как вам? Прямо на 5 баллов. Ребята, кто не поставил лайк, самое время. Сейчас сюда занырну. Ничего себе, стволы. Ничего не напоминает? Это как будто бы змеи. Я такое дерево здесь вижу в первый раз. Может, это как раз и есть одно из деревьев Африки или Индии. Кто знает, напишите в комментариях. Думаю, многим будет интересно. А тут, смотрите, прям какое-то отверстие в самом дереве. Шикарное. Слушайте, а из него, смотрите, смола сочится. Здесь мох. Кстати, в Дунжерске была своя пивоварня. А эта пивоварня стоит в городе Зринянин. Про нее я уже, ну и про пивоварню, и про город Зринянин я уже показывал и рассказывал в своем видео про Зринянин. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Ссылки оставлю. Это я обошел уже здание дворца. А вот после создания королевства сербов, хорватов и славянцев, здесь некоторое время останавливался король Александр Караджорджевич. А после Второй мировой войны с 1947 до середины 1952 года здание дворца принадлежало тогдашнему президиуму правительства Союзной Республики Югославии. В то время в этом здании время от времени останавливался президент Брос Тито. Пахнет здесь прям еле очень. В 1967 году здесь был музей, который закрылся. Очень хотелось бы, конечно, внутри побывать. Я знаю, что там находится мебель. По-моему, она даже сейчас там есть. Тех времен, когда был еще Дунжерский. Президент Тито здесь бывал. То есть вся эта мебель находится здесь. Немного пройдусь по парку. Цветочки какие-то силиненькие, голубенькие. Ну что, ребят, на этом буду заканчивать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите ваши комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Это помогает в продвижении роликов и канала. Также можете поддержать канал разово за донати через функцию. Супер спасибо. Всем пока.